Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 мая и вот сегодня первый видеоролик будет о томатах в открытом грунте. Мне уже часто пишут, почему все отеплится и отеплится в открытом грунте. Ничего не рассказывайте про открытый грунт. Но как я могу рассказывать, если я здесь ничего еще не делаю? Я сейчас расскажу единственное, как я буду формировать демидов в открытом грунте, потому что все остальное еще у меня ничего нет. Я только высаживаю. Я вот в предыдущем видеоролике показывала, какие высаживаю замученные томаты. Вот они вроде бы и взрослые, вроде бы и цветущие, но они пережили сначала холод в теплице, потом я их сюда высадила. И по сравнению вот с этими красавцами, которые высажены еще в холодный период, конечно, они выглядят плачевно. И вот глядя на эти томаты и на эти, уже вопрос, который часто задают, зачем вы так рано высаживаете, кажется, конечно, странным. Потому что высаженные рано выглядят вот так, а высаженные позже выглядят вот так. Еще страшнее будут выглядеть томаты, высаженные, которые сейчас я высаживаю, потому что у нас наступила аномальная жара, сегодня будет 26, завтра 27. Они, конечно, от жары и скрючатся, и пожелтеют, и листья некоторые отпадут нижнее. Но сегодня у нас главный герой демидов. Вот смотрите, это демидов. Он высажен еще, забыла, ну полмесяца назад, это точно. Видите, у него на листьях, видно вам или нет, вот эти вот конопушки, вот эти белые конопушки, это его побил град. Град его побил, но листики не пробил. О этих листьях я всегда говорю, они очень выносливые. Вот два раза град был, ни разу демидовый он не повредил. Не может ни пересечь ему, ни стебель, ни пробить листья. Пробили листья только молодые, у маленькой рассады. Демидов, если вообще в общем не про формировку сказать, то он, наверное, один из самых неприхотливых томатов, потому что его можно по принципу посадил и забыл вырастить. У меня есть видео, когда он вот так вот врастил просто. И он такой универсальный, что вот в теплице я его высаживаю, выращиваю там с формированием, как у обычных. То есть до первой кисти я формирую, убираю там листики, все. Пасынков у него таких почти нет, которые как бы ему мешают. Вот на стволе вы видели, вот они такие, ну я в теплице показывала. Они такие крошечные, маленькие, их можно и не убирать. А вот здесь вот, после цветочной кисти, они начнут, ну как обычно томаты делают, раздваиваться и расстраиваться. И тут будет очень много таких цветочков, плодов. И если вы захотите, вы можете вообще его никак не формировать. Вот здесь он у меня будет сформирован так. Так, я привяжу его к колушку, чтобы он не падал. Уберу нижние листики. Буду, ну не все сразу, буду постепенно по одному, по два убирать нижние листики. В первую очередь, ну поэтому же правило, как в теплице. В первую очередь уберу все, которые видите у меня, в земле, в прикопке, которые касаются земли. Потому что я его с небольшим заглублением высаживала, и вот эти все листья, сейчас будет как свободное время, я проползу, все отстригу. В первый заход. Во второй заход, когда вот здесь вот немного сформируется первая кисть плодовая, я уберу листики до цветочной кисти. И то есть я здесь буду его формировать по обычной схеме. Он будет привязан к колу, он будет сформирован, низ у него будет оголен, он будет как пальмочка. Все. На горе у меня там растет демидов, там покажу позже, потому что сейчас в открытом грунте вот эти видеорепортажи вести еще рано, ничего нигде нет. Там он будет просто в лежачем положении. Он может расти и так, и так. Почему вот эти вот я привязываю к колушку, если можно их лежа? Только из экономии места. Вы понимаете, что лежа он занимает больше места. Ему надо вот так вот, как он распластается. И если вот так же высадить, вот так два уже в одну лунку не посадишь, они будут друг другу мешать, они будут друг на друга наползать. А здесь вот, я колушку когда привяжу, два в одну лунку, он у того туда будут плоды, у этого сюда будут плоды. Все. И между ними еще будет проветривание. Если бы лежа, когда высаживаю лежа, то я между каждым растением делаю расстояние 20-30 сантиметров, потому что все-таки эти стволики, они будут расползаться. И вообще, если про формирование томата демидова говорить, то его можно формировать хоть как. Хотите, посадите и оставьте. Можно даже не обрезать ни нижние листья, ничего не удалять. У него многие, многим не верятся и говорят, как он лежит на земле, почему он не загнивает. У него у плодов такая плотная, тонкая, но плотная такая шкурочка. И даже в сырую погоду, вот он у меня лежит когда на земле, они не гниют. Да, там пятно может быть осветлится, вот как у арбуза, который лежит на земле, и там, где лежит, у него светлая пятнышко. У этих томатов тоже наблюдается, иногда лежит, там, где свет не поступает к томату, там более светлое пятно вылеживается, ну как пролежни. Но гнить он не гниет, это вот первый вариант, когда посадил и забыл. Второй вариант, когда можно его посадить и просто подвязать, и ничего не делать, опять, не удалять ни листьев, ничего. Он будет вот таким вот пушистым, вот таким комком, как это, как кохия. И третий вариант, это у меня вот как здесь и как в теплице. Я постепенно все-таки листья удаляю до первой цветочной кисти. И вот удалением этих листьев, их можно было бы, конечно, не удалить, но удалением вот этих листьев мы немножко как бы укорачиваем вот этот срок созревания. Потому что, смотрите, листья толстые, мясистые, их много. И растению оно не такое уж большое, и растению тяжело выкармливать всю вот эту зеленую ораву, вот эту такую большую массу. А здесь сейчас ведь новые еще нарастут. Он будет очень большой и очень такой зеленый, очень пушистый. Поэтому я все-таки предпочитаю нижние листья старые убирать, а новые нарастают. И оно получается так, возобновление. Как новых наросло, два-три, я старых столько же убираю. Вот все три способа формирования. Первый посадил и забыл. Второй привязать к шпалере или к колышку и не формировать никак. И третий тоже с привязкой и полностью с формировкой. То есть удаляем старые листики, все это постепенно. Смотрим за количеством зеленой массы. Все три способа ему подходят. И от этой формировки не сильно влияет вот это количество урожая. Он что так даст много плодов, что так даст много плодов. Просто когда мы формируем вот так вот строго, то плоды получаются, конечно, немного крупнее. Потому что если уж формировать его как нормальный куст, то тут можно и после пяти или шести кистей можно и прищепнуть даже цветочные вот эти бутончики, чтобы те, которые внизу, немножко укрупнились. Но вообще чаще всего, если честно, я вот ничего с ним не делаю. Вот сколько у него есть цветов, столько и цветет. Сколько завяжется плодов, столько и будет. Потому что первые самые крупные идут на салат, а потом маленькие вот эти, что потом, ну уже которые более мелкие, они идут на томатозаготовки, на различные там, на суповые заправки, на лечо. Товарный выход плодов очень большой, и он выручит тех, кому нужно много плодов. Есть же, много делают всяких вот этих кетчуп, лечо. Он везде идет, прекрасно его люди и солят, и консервируют. Хотя он написан в инструкции производителя, что это салатный сорт. Но для консервации он тоже идет, он это сорт универсальный. Ну а, конечно, главное его преимущество в том, что он холодостойкий. Он выносливый, холодостойкий. Он такой некапризный. Если вот Батяня, я про него писала, что не все сибирские сорта стойкие, он сразу посинел по фиолетовел, то вот этот, который стоял на морозе, он даже фиолетовый цвет не приобретает. Это значит, что для него это нормально. Все, вот это наш такой в пару, я уже говорила, в пару с Мастенькой, это такой неубиваемый дуэт Настенька и Демидов. Только у них разные формы плода. Настенька вытянутая, а это круглый, такой более классический вариант. Рекомендую для всех, у кого короткое лето, у кого холодное лето, у кого проблемный климат какой-то, как у меня вот видели, и снег, и дождь, и град. Демидова ничего не возьмет, ничего не убьет. Очень редко он страдает. Вот у меня на горе, когда замерзли вот эти демидовы, вчера пошла посмотреть, я ж ни разу там не была, они уже восстанавливаются, я вам потом покажу, хорошо, что я не обрезала листья, которые были замерзшие, они каким-то образом увеличились в размере и позеленели. Все, до свидания. Вот этот демидов формируйте как хотите, в зависимости от того, сколько у вас места, сколько у вас времени. Если нет времени, можете просто посадить и забыть о нем. Немножко поливать вот это.